Они первопроходцы, вечные двигатели человечества, неугомонны и с пытливым умом. Они ученые. Жажда открытия и технического творчества зажигает сердца взрослых и молодых людей. А сегодня, 8 февраля, они отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Андрей Серебряков всегда хотел быть на передовой знаний. Еще в детстве вместе с братом он делал свои первые изобретения, связанные с электричеством и магнетизмом. А уже в УЗИ увлекся программированием. Программирование – это средство достижения моих научных целей. Поэтому часто приходится программировать, чтобы писать программы по обработке изображений, как здесь, по обработке сигналов. В основном я специализируюсь на обработке изображений и сигналов. Изначально Андрей Серебряков разрабатывал программы для навигации самолетов, беспилотников и другой подобной техники. Однако его подходы и методы работы идеально вписались сразу в несколько научных проектов, связанных с совсем другими технологиями. Сейчас он разрабатывает программное обеспечение для переносной рентгеновской установки. На деле это небольшая конструкция в свинцовой камере. Поток радиации направляется на деталь, проходит сквозь нее и создает электронную модель изображения. Вообще рентгеновских установок много. Работы активно во всем мире в этом направлении ведутся. Технология будет применяться для проверки качества деталей, произведенных на российских заводах. С ее помощью легко увидеть даже самые мелкие дефекты на платах или неправильную ее структуру. В дальнейшем сферу применения могут расширить, в том числе для контроля сварочных швов. В настоящий момент трубка разработана, основные узлы этой рентгеновской трубки уже изготовлены, вообще сложные изделия. Основные элементы рентгеновского приемника, они отечественного производства. И люминофоры, рентгенолюминофоры нашего российского производства много исследовали, выбрали лучшие. Потом оптика, это из Санкт-Петербурга, поворотные призма, поворотные зеркала, ну и так далее. Предметом особой гордости создателей стала цена. Аналогичные зарубежные приборы стоят миллионы рублей. Наша же установка по себестоимости составляет всего 50 тысяч и не уступает по качеству изображения. Завершить работу над ней планируют к концу года. И вполне возможно, что рязанское изобретение вскоре будет применяться по всей стране.